Всем привет! Сегодня посмотрим, как делают поворотную турель, которая будет поворачиваться на персонажа и, соответственно, атаковать его. Смотрите, есть три части самой турели. Это основание. Давайте откроем саму турель. Это основание. Это поворотная часть, которая вращается по оси Z, то есть вокруг. И, соответственно, третья часть – сама пушка, которая вращается вверх-вниз. То есть для того, чтобы, если пушка стоит на возвышенности или же внизу, она могла повернуть куда необходимо, там и до определенных углов, соответственно, и атаковать. Здесь есть просто стрелка направления, откуда будет вылетать снаряды и освещение при выстреле. Для начала мы воспользуемся BeginPlay. Что мы сделаем? Во-первых, мы дадим ссылочку на персонажа. Давайте, это Cast. Сначала GetPlayerCharacter. Делаем из него Cast. Так как у меня персонаж от первого лица, у меня First PersonCharacter. Если у вас от третьего, там ThirdPerson или же ваше наименование персонажа. И здесь мы делаем право вон-то variable для того, чтобы записать переменную, чтобы ей воспользоваться в других местах. На Tiki мы будем определять, что у нас персонаж не погибший. Соответственно, мы берем нашу ссылочку. В нем есть такая переменная как dead. Если эта переменная у нас будет положительной, то, соответственно, турель ничего не будет делать. Если отрицательной, то есть персонаж жив, то будут выполняться некие функции. Давайте создаем функции. Первая функция это у нас будет Rotate. Это у нас поворот. Мы здесь, во-первых, будем определять позицию нашего персонажа. Берем нашего персонажа. Принимаем его позицию. GetActorLocation. Давайте запишем эту в переменную. Далее мы воспринимаем нашу турель. Она должна быть тоже в определенном месте. Соответственно, мы ищем ее локацию. GetWorldLocation. Также запишем это все в переменную для того, чтобы в дальнейшем воспользоваться ей. Здесь мы подсоединили. Далее, чтобы найти между ними необходимый угол, мы воспользуемся такой нодой, как Fint LookAtRotation В стартовой позиции у нас будет турель Таргет Наш персонаж Ну и дальше мы должны разделить наше значение на три оси. Соответственно, ось поворотная. Это у нас будет Z. То есть мы сначала должны найти поворот для лево-вправо, так скажем, нашей турели. И мы вот как раз таки по Z ее и будем принимать. Для того, чтобы повернуть турель, нам необходимо вот как раз таки, который я выделил, часть, и прописать SetForwardRotation Поворот в мировых координатах Ну и здесь мы тоже должны раскрыть список и подать нашу Z Или давайте сделаем так Z мы запишем как переменную Чтобы лапшу не тянуть далеко Z у нас будет переменная Далее мы должны Определить, насколько поворачивать пушку вверх-вниз Соответственно, это наш турель ган Третья часть поворотная И так же мы здесь SetForwardRotation Подсоединяем, раскрываем список Так как мы вращаем по оси Х Я уже показывал, да? Мы подсоединяем ось Х Так, и Z мы, соответственно, мы же записали ее И вот сюда Z подаем Ну, можно было по сути и так, да? То есть, ну, если вам необходимо Тянуть вот через все это Соединительные линии Я не хочу Ну, смотрите Сейчас у нас практически есть поворот Единственное, что нам осталось его Отсоединить вот сюда Давайте проверим, как это работает Так, нам необходимо повернуть на 90 градусов Она вот смотрит не в ту сторону, где идет персонаж Соответственно, это у нас по Z, да? Давайте сделаем против часовой Это значит минус 90 Так, и подсоединяем, да? 90, давайте проверим Так, не проходит А, да, я, соответственно, же Не так сделал Давайте вот так вот подсоединим Здесь отсоединим Вот это будет правильно Потому что я не туда подал Я же перед Записью надо было делать Давайте, вот Сейчас Если отвлечу Как раз таки на нас направлено Поставим Сюда Давайте лестницу Геометрия Так Увеличим Площадочку Удлиним лестницу И поднимем ее выше Так Думаю, достаточно Поверяем Ступеньки Слишком высоко Сейчас проблема Пушка не смотрит наверх Да, бывают такие нюансы Иногда Давайте подсоединим Y Иногда в Анриле Происходят какие-то Нелепые ситуации Так, пушка поворачивается Не в ту сторону Соответственно У нас Икс Но почему Икс не работает Бывает, что Нам Приходится подавать Из Игрека в Икс Или наоборот Из Икса в Игрек Но так как у нас Поворотное по Иксу А Икс не работает Соответственно Игрек применим Вот такие вот Нюансы Создает нам движок Так Все отлично Но смотрите Пушка направлена Низ А не вверх Угол Практически соответствует Нам необходимо Так Значит Мы сделаем как Мы умножим это На Минус единицу Для того чтобы Положительное число Стало Отрицательным То есть Угол Поворота Был ранее Допустим Плюс 20 Умножить на 1 Минус 20 Стал Все отлично Пушка Поворачивает Теперь Нам необходимо Сделать Функцию Которая Будет Наносить Урон И Так Делаем Здесь Делай Сразу На всякий случай Потому что Между Поворотом И стрельбой У нас Должно Пройти Определенное Время Это у нас Задержка На стрельбу То есть Пуля Будет лететь Через каждые 0,2 Миллисекунды Создадим Функцию Пусть Это будет Fire And Distance Давайте Сделаем Пушка Будет Определять Дистанцию До Персонажа И Если Дистанция Меньше Определенного Значения Будет Стрелять Кстати Дистанцию Можно Поставить Даже На Повороте То же Самое То есть Я вам Подал Идею Вы В принципе Можете Ее Реализовать Так Есть у нас Переменные Где у нас Позиция Персонажа И позиция Туреля Нам Необходимо Достать Дистанцию Между Ними Для Этого Есть у Нода Distance Вектор У нас Получается От Первого Вектора До Второго Вектора И Получается Значение Если Это Значение Меньше Необходимого Допустим 1000 То Он Будет Стрелять Соответственно True Здесь Можно Также Сделать Переменную Дистанцию Откроем ее Для Редактирования Чтобы Мы Допустим Могли Выделить Нашу Турель И Соответственно Уже Здесь Прописать Так Если У нас True То Мы Должны Спаунить Наш Нашу Пулю Наш Снаряд Project Тейл Да Если Посмотреть Project Тейл Здесь У нас Просто Каст На Персонажи На Сфера Которая Колизится С персонажем Она Наносит Урон 10 Единиц Потом Делается Destroy Данный Project Тейл Ну Здесь Begin Play Если Вдруг Снаряд Улетел Дальше Соответственно Он через 3 секунды Уничтожится Так Мы Выделяем Наш Снаряд И Давайте Запишем Его Вот сюда Открываем Spawn Transform И Сейчас Мы Из Локации Нашей Стрелки Которая Стоит Как раз Таки На Том Где Месте Где Спаунить Надо Сам Снаряд Мы Делаем Get World Location Подаем Спаун Transform Location Где Где Должны Заспаунить Данный Предмет Так Скажем И Get World Rotation Для того Чтобы Задать Поворот Нашей Стрелки Открываем Список Давайте Это немножко Продвинем Здесь Кстати Мы тоже Должны Открыть Чтобы Чтобы у нас X Y Z Были Отдельно Ну и далее Мы должны Подсоединить Все это Но если Вы хотите Чтобы у вас Снаряды Летели Не всегда Прямо Вы Кстати Можете Сделать Так Сделаем Небольшой Разброс Плюс Vote Сделаем Копируем Его Три Раза И Каждое Значение Подадим И Теперь Мы Можем Сюда Подавать Допустим Необходимый Рандом Давайте Random Float In Range По X И По Y Мы По По Z По По Другой Чтобы Вверх Вниз Он Летел Допустим Побольше Пусть Минус 3 И 3 Будет Расстояние По X И Y Влево Вправо То Есть Как бы Поменьше Пусть Это Будет Минус Единица Единица То есть Пушка Будет Задираться Больше Так Скажем Она Не будет Задираться Она Будет Стрелять Вверх Вниз Побольше Ну И Дальше Так Как У Нас Есть Еще И Лампочка Давайте Сделаю Здесь Лампочку Получается Включение Лампы Ставим Ее Сюда Далее Так Как Она У Меня Выключена То есть Визибилити У нее Отключено Соответственно Я ее Включаю То есть Она Зажигается И Далее Давайте Еще Сделаем Воспроизведение Звука Я сюда Не Поставил Его Ну И В принципе Мы Просто Делаем Play Sound At Location Ну Чтоб Просто Подать Локацию Чтобы Не Во Всем Мире Извенело А Там Где Находится Сама Пушка Здесь У меня Есть Выстрел Подадим Сюда Выстрел И Позицию Локации Давайте Ну Можно Даже Из Той же Самой Лампочки Get World Location Чтобы Много Ничего Не Тянуть Подадим Сюда И Ну На этом Все Давайте Проверим Как Она Работает Так Пока У нас Непонятно Почему А Да Я же Не Поставил Не Подсоединил Fire Distance Сейчас Она Теперь Будет Работать До Пушки У нас Больше Тысячи Она У нас Не Стреляет Я Подхожу Ближе Она Начинает Стрелять И Если Она У нас Убивает Соответственно Появляется Дед И Пушка Перестает Стрелять Да Если Я Сейчас Ну Как Б После Смерти Персонаж Не Может Сходить Но В данном Случа Я Не Ограничил Передвижение Пушка Остается На Месте Персонаж Погиб Ну И По сути Здесь Загрузка Новой Игры То есть Вы Не Увидите Как Пушка Дальше Крутится И Так Далее Но В любом Случае Можно Добавить Функцию Которая Будет Вращать Ее Но Если Смотреть Так Пушка Всегда Крутится Независимо Где Вы Находитесь То есть Она Всегда За Вами Крутится Чтобы Это Оградить Можно В принципе Сделать Как Берем Определенный Радиус Допустим Это будет У нас Коллизия Сфера Да Если Мы Сделаем Радиус Ей Допустим 2000 Допустим Да Пусть Будет Так Тогда Она Будет При Вхождении В Нее Мы Раздадим Ей Пользоваться Event Тик Соответственно Мы Принимаем Делаем Каст На Нашего Персонажа Ну Или Можем Принципе Даже Так Сделать Мы Сравниваем Входящий Эктор Равняется Нашему Персонажу Если True То Мы Делаем Set Эктор Тик Enable Мы Включаем Наш Тик Но Для этого Мы Сначала Скопируем Это И поставим Где-то Вот Здесь Чтобы Выключить Его Смотрите Я Нахожусь В Двух Больше Двух Тысяч Так Окей Давайте Чуть Чуть Больше Отойдем Коллизия Коллизия Нас Сразу Как-то Не восприняло Нормально То есть Вот Мы Заходим Да Но Она у нас Резко Повернулась Это Как-бы Плохо В принципе Можно На Данное Действие Поставить Таймлайн Какой-нибудь И С Поворот Пушки Выставить Допустим На необходимую Это Скорость То есть Когда мы Входим Возле Того Как Тик Включен Или До Вхождения В Тик Мы Сделаем Таймлайн В котором Мы Будем Уже Соответственно Прописывать Поворот Нашей Турели Set World Rotation Где Мы В принципе Подадим Необходим Значение До Поворота Включаем Функцию Подаем Две точки Стандартно Да Время У нас Будет Ноль Значение Ноль У второй Будет Время Значение Допустим Три Секунды Значение Единица Выделяем Их Оба Делаем Авто Устанавливаем На три Так Ну и дальше Мы Обычное Лерп Делаем И На альфу Подаем Так как У нас Сейчас Стоит Ноль Она Всегда Будет Ноль Для того Чтобы Определить Мы Соответственно Подаем Так Можем Как Можем Также По сути Воспринять Вот это Значение Сюда И Подать Необходимое Значение Так У нас Ругается На А ну да Ну здесь Мы можем В принципе Не записывать Эти Значения Давайте Проверим Так Что-то Все равно Быстро Отработало Ну В принципе Так Вероятно Она Из-за Того Что Тик Быстро Срабатывает Вот Эта Вот Эта Ситуация Скорее Сего Не Отработает Время Необходимое Необходимое Делай Здесь Сделаем Так Как Мы Оставляли 3 секунды Сделаем 3 секунды И Проверим Ну да Вот Она Поворачивает А ну да Здесь Нам Еще Необходимо Плюс 90 Подать Потому что Мы Забыли Про Это Так Как Мы Здесь Вот А Минус 90 Извиняюсь Мы Здесь Сделали Минус 90 И Здесь Также Необходимо Подать Минус Fold В 90 Ну И Значение Скорости Наверное Можно Можно Чуть Чуть Оп Значение Скорости Можно Чуть Либо Быстрее Сделать Не 3 секунды А там Я не знаю В районе Полторы Двух Секунд Для Для Того Чтобы Было Быстрее И Не Было Никаких Вот Таких Задержек Ну И Здесь Давайте 1.9 Как Нибудь Поставим Проверим Проверим Ну Да Проблемы Он Еще раз На Тике У нас Поворачивает Минус 90 Но К сожалению Как Это Исправить Я Сейчас Немножко Затрудняюсь Ответить Ну В принципе В принципе Можно Это Решить Некоторыми Фиксами В общем Это Я Оставляю На Разумышления Вам Но Чисто Вот Это Мне кажется Не всегда Необходимость Есть То есть Если Пушка Стоит У вас Далеко Это Я Еще Поставил Небольшой Радиус То есть Мы Тогда Ее Видим Да Если Она Стоит Где-то Вдалеке В принципе Мы Это Не Заметим Как Она Быстро Резко Поворачивается И В общем На Этом Все Друзья До Скорой Встречи Пока